МАЙНД МАЙНД Я вам советую поиграть, хотя бы ради того, чтобы иметь шанс оказаться вот как здесь, вот как мы в Киево-арене, в Киеве, попутешествовать по миру, это здесь можно оказаться не только в Киеве, можно в Минске, есть турниры, которые позволяют вам съездить в Америку, и вы можете с друзьями просто создать команду и попутешествовать по всему свету, плюс пополучить еще деньги за это. Чтобы стать человеком настоящим кило-сфортсменом именно на профессиональном уровне, ему нужно очень много терпения и уделять этому очень много времени и сил. То есть ни за что не получится так, как бы вы не были талантливы, чтобы без труда у вас получилось выступать на уровне, потому что есть ребята, у которых может быть меньше таланта, но они добиваются за счет сыгранности, тактик, они тренируются, тренируются, тренируются и получают результат. Самые главные навыки, я считаю, это внимательность, понимание механики игры, то есть постоянно развиваться, это самое главное, постоянно для себя что-то новое открывать, никогда нельзя останавливаться на одном месте. Вообще, я бы посоветовал вам всем сначала определиться с техникой, на которую вам нравится играть. Вообще, прежде всего, отталкивайтесь с того, что нравится. Попробовали на то, что нравится, турнирная техника, в принципе, она достаточно ограниченная и очень специфическая. И, в принципе, это ни для кого не секрет, какая она. И вы можете посмотреть для себя, ага, вот на этом у меня хорошо получается. На светляке я играю, в меня не попадают, значит, я могу играть на светляке, а арта не попадает. Ок, вообще нормально. Всем командам я бы вообще посоветовал начать играть с маленьких турниров. Именно там, где команды учатся играть. Потому что сразу в омут с головой не получится. Ребята, которые играют в Golden League, уже знают, как реагировать практически на все ситуации. И вам, прежде всего, нужно узнать эти ситуации. Вообще, как бы, на толпу. Я вот, когда сижу за компьютером, я не вижу то, что за монитором. Я вижу свой монитор, вижу своих партнеров по сторонам. Мне больше ничего не надо. Мои партнеры — это мое все. Главное, слушайте, общайтесь. И никого не теряйте из разговора. Все должны быть вместе. Я считаю, что нужно сделать это просто настроить себя на позитивный лад. Это подойти с точки зрения не с той, что тут столько народу, на меня смотрят, я боюсь зафейлиться. Наоборот, надо относиться с позитивом и настроить себя так, что это приносит удовольствие. Вот то, что на тебя смотрят, тебе клево. И это просто на нет все сводит. Все переживания. Ты, наоборот, с толпой начинаешь вместе радоваться. Субтитры создавал DimaTorzok